Продолжение следует... 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 Ваши? Абсолютно. Вы, чтобы обрабатывать мои персональные данные, должны копию паспорта мне прислать. Именно вашу, именно вашу. Может, вам еще деньги прислать, чтобы вы заплатили? Не, ну вы изучите закон, если вы опираетесь на закон, как бы. Как же? Я работаю на основании агентского договора, тысяча пятая статья. Разумеется, будут в Российской Федерации. Вся эта информация есть и у банка. Вы можете у банка обратиться, или вам ответить. Я обязан, по факту передачи вам моих данных, уведомить меня заказным письмом. Вам направляют письмо на адрес регистрации? Да нет, не было. Именно от банка не было письма. Да, мы вам и деньги отправим, вы скажете, их не было. Нет, мне нужно это под роспись. Александр Анатолий, в договоре написано, в случае, если вы не своевременно оплачиваете ваш долг, Банк правит или задело в колесную компанию. Я не понимаю. Что вы еще придумываете? Про 2005 статью-то. Должны у меня данные быть именно вашей организации. Какие еще данные? Вы должны. Вы обязаны платить ваши продолжные сроки. Нет, я понимаю. Это более двух лет. И еще и возьму сервис. Я понимаю. А вы владеете моими данными. Поэтому, как бы, я думаю, именно ваше... Все, хватит уже фантазировать, придумывать все. Смотрим правде в глаза. Ну, давайте. Все, что нужно было, все это указано в договоре и вышла на вам письме. Нет, есть зато. Все, хватит, запрашиваем. Договор нарушается, значит. Хватит уже придумывать. Все, что угодно придумывать. Как бы понять человеку. Увельнуть эту оплату. Нет, этого не было. Поколитесь, доктору. Требования вашего банка на полное погашение. 41 361 43 копейки. Вы обязаны заплатить до 21 июля включительно. Банк мне 100 тысяч должен. Справа даст мне, а я уже оттуда 18 тысяч. Почему вам банк не должен? 100 тысяч должен. Почему? Что вы еще придумаете? Если сначала вам нужен мой паспорт. Сейчас вы говорите, что банк вам нужен. Вы же имеете доступ к моим данным персональным. А я не знаю, кто имеет это нарушение закона. Вы сейчас этим занимаетесь. Что именно? Что именно нарушение? У вас есть доступ к моим персональным данным. А как вы думали? Ну, а значит у меня... Банк на это имеет право передавать ваше дело в коллекцию, в то, что она обработана. Вы меня слышите? Он имеет право это сделать, но в ответ я должен иметь ваши данные. Как человек, который имеет доступ к ним по закону. 152 федеральный закон. Нет, вы меня слышите? Согласно пункту третьему, статья 6 федерального закона о персональных данных и условиях вашего кредитного договора, ваш кредитор, ваш банк имеет право поручить обработку персональных данных третьему лицу. А я же не отрицаю. Я говорю, только третье лицо должен мне выслать свои данные. И оператор, вы как оператор, должен паспорт. Нет, это вам и не обязаны сделать. Никто вам не будет предоставлять агентский договор. Это по закону. Отличается между юридическими организациями. Вы посредник. Вы посредник. Я вам уже ответила на вопрос, хватит придумывать. Нет, я вам говорю по закону. Вы не знаете просто, я вам объясняю, как оно должно быть. Что я не знаю. Я вам уже ответила на ваши вопросы. Вы не считаете бредятину. Я просто пытаюсь вам объяснить, как это должно выглядеть. Вы сейчас на диалог устраиваетесь. Думайте о ваших ошибках в решении этого вопроса. У меня тут безупречно. И требования на полное погашение. 41 361 рубль 453. А что мало, так давайте стоять. Ну конечно поступит. В 12 июля включите. Обуваюсь. Перезвоните по номеру телефона. Вы меня отвлекаете, обуваете. 8 800 775 1730. Молодец. Ждем звонка. До свидания. Продолжение следует.